дима сдал короче сдал анализа узнал что жопа решил не химить так нет и ты стал еще не знаю так что наоборот круто что смотри как бы ты на фарме ты натурально смотри я немножко буду объем немножко тебе уменьшать ну со временем потому что все равно ты не сможешь вывозить такой же понимать что не то что ты как-то хуже а потому что внутри без фарма то есть допустим знаешь там мы ему сделан допустим 5 подходов а тебе допустим три подхода понял не мешает ничего это давай может снимем форму ну хотя бы без ног хотя бы торс день там на свет просто для сравнения вас двоих пошли по замерам вы тоже до одинаковые 32 32 но вообще станем просто чтобы потом ну для наглядности посмотреть разницу вообще а ну боком станьте одним боком в одну сторону да о а ну спиной 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 а ну понапрягайте спину как-то станьте чуть ну как-нибудь да она станет правее и да а теперь передом точно так же вот ну дима слева на турах а справа игорь тоже еще на турах она уже будет на фарме да все так смотри схема в принципе у нас как бы пока она натуральная пока то все равно дефиците тенет смысла повышать объем вообще на самом-то деле разницы знаешь примут на химии и натурально именно прям таких серьезных изменений нет по сути самое главное отличие вам отличие это от стажа у вас принципе стаж примерно иди сюда отчетом спрятался у вас примерно стаж одинаково поэтому и и объем будет одинаковый но из-за того что он будет восстановиться быстрее и сила будет расти быстрее мы ему чуть чуть больше будем накидывать ну чтоб он вырабатывал фарма а так по сути тренинг то есть на и на фарме и натурально он будет одинаковый у нас всем подойдет на начальном этапе такому всем подойдет тут мы сейчас смотри я буду показывать технику то есть вы возможно это и делал платформа общего на ваше расскажу просто для общего ознакомления чтобы ребятам было интересно и вам тоже смотри тут основная фишка какая самое главное чтоб не травмироваться это чтобы жопа не отрывалась от скамейки и желательно голову прижимать ну 6 care мы то делаем мы немножко скругляемся позвоночник мишка круглится ну поэтому желательно прижиматься максимально прижался жопа все насчет постановки ног чем шире мы ставим тем больше мы включаем работу получается заднее бедро чем уже тем больше мы включаем квадры что касается подставки вниз точно так же чем ниже мы включаем бедро чем выше мы включаем больше квадры да и что касается носков носки мы внутрь больше включаем вот эту часть носки наружу больше включаем внешнюю часть бедра то есть смысле квадров по сути это упражнение оно направлено именно на квадрицепса но все равно включает заднее бедро как ни крути наши же сейчас задача у нас нету каких-то супер там задач поставить ноги ровно так чтобы было просто комфортно и амплитуда движения ее желательно делать максимальный сколько можешь то есть сколько можешь до того момента пока жопа не начнет отрываться жопа оторвалась все это уже не та амплитуда поэтому делаешь до того момента пока жопа прижата жопа прижата чем больше амплитуда тем лучше и следующий момент самый главный видел видосы какую ребят ноги ломаются вот это короче за счет того что люди делают вот так вот так делать нельзя это все это травма чуть больше вес колени вот так поэтому мы делаем максимально сюда жопу не отрываем то есть следим за жопой чтобы она была прижата выжали и чуть-чуть колени согнут да то есть вот движение ну и по вдоху понятно что поняли для общего для всех ребят возможно вы делали тут сейчас надо будет под подстроить по по высоте смотри чтобы тебе удобно было вас рост у тебя какой у вас все одинаково рост одинаково вес одинаков попробовать чуть-чуть ноги шире поставить и чуть-чуть выше ну ничего просто где-то так и не своди колени попробуй чтобы они уходили до по носку прости так как те нормально до колье забыл сказать колено идет в сторону носка то есть если носок прямо колено так колени мы не сводим получше да нам сейчас надо просто подобрать максимально комфортное для вас положение в котором вы просто не травмируется тоже попробуй немножко носки развернуть чуть-чуть и колено идет вот так да вот да и жопа не отрывается помнишь для максимальная прижата не роняй сделай подконтрольно и не спеши не спеши пока пока что еще разминка мы пока пробуем чуть-чуть шире ноги до колени не сводишь колени смотрят в сторону составе как по ощущениям вес ну давай мы пока не будем повышать раз вы ноги вообще не тренировали вам не такая будет нагрузка нормально чтобы мы просто не травмировать раньше времени не роняй подконтрольно отпускать вдох выдох сильней дыши чем больше ты вдохнул тем сильнее ты стал сейчас давай сам без меня на 8 повторов это пока разминка у нас идет ну на 4 накинем на 20 . еще потом сейчас мы пока разомнёмся ставим любые болевые ощущения говорите сразу не стесняйтесь пока размялись сейчас пойдем сделаем заднее бедро называй как хочешь я название не знаю может мертвая может живая хер узнать вообще ну название много мертвая становая становая на прямых ногах румынская там болгарская так я со штанга не буду мне пока нельзя я сейчас покажу стану делали мы как мы как один человек я понял димона что получилось но я тоже становую просто обычную делал до на широких ну смотри нам сейчас я буду интерпретировать тренинг на вас тут знаешь то в чем я получил травмы то в чем я получил какие-то проблемы я вам советовать не буду то есть я не говорю что допустим становая тяга это плохое упражнение приседания штаны со штанга это тоже плохое упражнение нет это не плохие это хорошее упражнение просто именно в этих упражнениях я получил травмы я получил протрузии на спине из-за приседаний и получил проблемы из-за становой рыжи те же то есть мы будем добавлять упражнение но будем с небольшим весом чтобы короче вы как я чтоб не травмировались смотри какая задача акцент будем делать на заднее бедро и на ягодицы чтобы этого достичь ноги мы где-то на ширине плеч руки чуть-чуть шире плеч вот вот так опускаемся штанга идет по по ногам опускаемся немножко жопу назад спина ровная голова смотрит вперед до колен или чуть ниже и задача чтобы ноги как бы это становая на прямых то есть ноги не полностью прямые знаешь вот так установки были сейчас не видно чуть-чуть коленях чем ниже чем сильнее мы в коленях заебаем получать такое натяжение как бы и штанга идет по ногам понял потом следующий момент когда мы возвращаемся в исходное положение мы не делаем вот так назад да потому что мы переносим полностью всю нагрузку на позвоночник мы сделали об зафиксировались сделали зафиксировались спина при этом все время ровная я попробую сначала с палочкой потом потом ты спина ровная смотришь вперед вот ты уже колени сильно согнул попробуй сначала не сгибать колени изгибать их по мере натяжения задача чтобы тут тянуло понял и жопа тянуло да да должно тянуть вот тут вот тут тут уж так напрягаешься как будто тут был килограмм 40 типа правильно тянет давай начнем тогда с пустого грифа пока ну тут широковато наверно взял чуть уже да так чтоб комфортно было держать попробуй не так сильно сгибать колени да больше наклоняться меньше колени штанга по ногам многие может быть чуть чуть уже поставь и чувствую натяжение в ягодичных и в заднем бедре чувствуешь и смотри руки не напрягает и так держишь знаешь штангу вперед вообще забудь руки они просто держат штангу в свободное плавание их пусти понял они как будто вот их если сейчас привязать тебе все понял давай то что отпускай штангу до чтобы она у тебя прям по ногам шла руки не напрягаешь чуть и так трясет ты вообще ноги не качал я понял ну тогда мы тебе пока отдавать грифом поработать но мышцы не готовы то есть если трясет мышцу значит она совсем не готова давай пока с пустым грифом до работаем с пока мы технику отработаем и спину не забываешь она держать прям прогиб грудь прям вперед уже начала трястить отчуть это хорошо давай еще разочек состав вас сделать дима сколько вам бедро померили ему тебя 56 56 было ну ноги вы короче вообще не тренировали толком да точно ну будем как бы с нуля что делать давай вешаем по пятерику или чувствуешь больше вытянешь еще по пятерику наклоняешься натяжение заднем бедре о ну тебя получше получать видно что немножко тренировал ноги ну ничего дима тоже наверстает все хватит 10 повторов диме просто надо будет попробовать может быть дома немножко поработать с гантелями не со штангой с гантелями знаешь взять тоже самое руки в руки гантели чтобы немножко просто понять технику ставить так куда ты куда куда ты хочешь еще и не хватит сколько 100 мы сделали 80 сейчас делаем 100 мы спешить не будем чё нам травмироваться ставим переходим обратно туда данные руки когда руки качать будет смотри что касается рук почему мы не качаем руки руки у нас в принципе участвуют во всех упражнениях как ни крути понимаешь просто пока у нас стаж небольшой нам надо наработать общую базу просто просто тупо мышц нагнать у тебя руки они сейчас будут расти просто от тяжелых жимов и от тяжелых тяг пока что то есть изоляцию мы добавим потом возможно мы даже в этом цикле прям изоляции особо добавлять не будем будем работать чисто базе будем тупо нарабатывать все максимально база упражнения мы будем делать тяги жимы сегодня возможно сделаем еще подтягивание кстати брусья делаешь не прячься с камерой брусья мы будем руки включать в работу но в только в базовых упражнениях то есть у нас сегодня будет тревка ног и рук вот как хорошо что спросил в руки мы будем делать не изолированы упражнения прошу но смысл понять у тебя общее как бы тонус мышц он слабый тебе нужно наработать общий тонус мышц все мышцы чтобы работала пока стаж маленький желательно работать понял максимально базовых упражнениях изоляцию ну ну смысл тебе дрочить одну группу мышц маленькую а к этому вот плечи мы отдельно делаем говорят же что плечи и так не плечи будем делать базу тоже будем делать просто тогда мы так получилось что мы уже делали потом пришли я думаю будем делать жимы тоже базу а лишь у тебя не получилось из-за этого мы сделали то что смогли но вообще мы будем делать основе упражнение нас будет это тяга подбородку широким хватом тоже база по сути смотри мы тянем тянем за счет бицепса за счет плеча за счет задней дельты за счет трапеции то есть много мышц работ включается зачем нам приходить и делать маленькую группу там уже сделать сразу пять групп и они все пять вырастут понимаешь то есть также сегодня мы сделаем что мы запизделись давай сделаем то есть до руки мы будем качать просто в базы в базе да почему мы так все время гуляем смотри по сути мы гуляем ходим от тренажера к тренажеру то есть смотри как происходит когда мы замечал что ты тренируешься делаешь если мало отдохнул ты меньше вес поднимаешь вот потому что вырабатывается лактат лактат это как бы блокировка наших мышц и чтоб ты не порвал мышцы то есть человек понимаешь у тебя может энергии много в мышце в гликогена и в целом энергии у тебя много но так уж работать что ты когда ты сделал подход у тебя вырабатываются продукты там молочная кислота и вырабатывается лактат который часть твоих мышечных волокон блокирует вот представь что есть не знаю вот у тебя мышцы это как для цирка сечка допустим да ты сделал подход пожал допустим и представь что ты часть этих волокон они у тебя отключились после подхода и когда ты отдыхаешь они постепенно включаются включать включаться у тебя опять полноценная блять косичка работает понял поэтому к тем меньше мы отдыхаем тем меньше меньше мы сработать и в итоге у тебя вообще чуть-чуть работает мы работаем еще немножко меня прервали нынче полнее амплитуда на жопа не открывается ставим и получается что смотри мы сейчас потренировали квадры да потом пошли сделали допустим заднее бедро пока мы делаем заднее бедро квадры у нас отдыхают соответственно активируются у нас те волокна которые нас отключились зачем нам подключать чуть-чуть волокон если нам нужно рекрутировать полностью всю ногу поэтому по сути чем больше отдых тем больше ты потом рекрутируешь мышц в работу сейчас вот ты сделал у тебя выработался лактат который защищает твою мышцу от разрушения то есть ты не можешь взять и сделать 100 повторений ты сделаешь 8 лактат вырабатывается вырабатывается и постепенно отключает твои мышцы отключает 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 пока не отключит полностью вот ты сделал пока что ты ходишь отдыхаешь от когда ты ходишь допустим обычно там какие-то движения руками до эти нагрузка при с участием кислорода то есть когда ты работаешь мышца работает без участия кислорода когда ты ходишь просто там что-то делаешь руками двигаешь просто обычная ходьба мышцы работают с кислорода так вот когда кислород есть у нас этот лактат начинает утилизироваться то есть по сути почему говорят что когда мы ходим мы лучше отдыхаем между подходами как раз вот этот лактат мы его забираем из мышц делаем так чтобы мышца активировать поэтому сделал подход начинаешь ходить двигать руками вот так ты быстрее отдохнешь вот это плохо да и также помимо того что просто ходишь это делаешь руками двигаешь да ты этот лактат по сути тратишь сидеть нельзя и и просто когда ты просто отдыхаешь да смотри есть активный отдых есть пассивный отдых так вот после подхода тяжелого допустим чтобы полностью восстановиться и у тебя полностью вернулись вся сила чтобы ты максимально рекрутировал всю мышцу работу тебе примерно нужно 10 минут чтобы ты понимал ну это что полностью прям вообще по-хорошему отдых должен быть это где-то 6 минут пассивных пассивных это ты сел и отдохнул то есть за 6 минут примерно часть лактата она утилизируется она сама постепенно тратится лактат этого энергия активная энергия которая если выработал весь организм начинает эту энергию поглощать вот активно два чуть больше может повесить активно это когда ты ходишь еще в 22 и 25 повесим активно когда ты ходишь так вот если ты активно что-то делаешь сделал подход и пошел гулять ты отдохнешь за три минуты понял по сути мы сделали и мы сейчас пока что лактат у тебя выходит с квадров чтобы опять потом пришел и сделал большой вес понял ну и соответственно накапливается меньше продуктов катаболизма причем мы просто меньше разрушаем больше стимулируем скажем так полностью не выпрямляйся работы внутри амплитуды на нож когда ты поднимаешься ты отдыхаешь и держи спину состав в нашем случае наша сейчас задача это поработать над миофибриллярной гипертрофии то есть это по сути работа на силу понял задать стимул все химики в основном растут за счет объемной работы они просто делают много и с маленьким отдыхом поднимают просто большой тоннаж по сути они просто тратят энергию им понимаешь когда ты уже стаж у тебя большой и когда ты еще и химик то есть тебе не так страшен тот катаболизм понимаешь что ты восстановишься а когда допустим тренируешься натурально или тренируешься с маленьким стажем для тебя в принципе даже такая легкая нагрузка ты уже получил стимул мы сейчас вот поработали сделали подход 23 подхода даже уже получил стимул к росту но ты не можешь получить сверх стимул стимул знаешь ты для своего стажа можешь получить допустим вот вот такой стимул и мы его уже наработали зачем нам хуярить тебе сейчас до отказа хуярить тебе дожжение и ты свой стимул понимаешь ты будешь перекрывать просто продуктами разрушения и ты будешь понижать понижать по нашу разрушение повышается стимул ты можешь такого такое сделать разрушение ты просто нарабатываешь разрушение потом ты восстанавливаешься и под исходного уровня по сути ты нихуя не накачал поэтому нет смысла перерабатывать понял даже на химии в нашем случае сейчас нет смысла перерабатывать мы когда-то приехали в зал сделали три подхода на ноги красное делали и тревога включилась а мы три подхода сделали в смите назад ну так вот и что ты понимал мы делали бы их целую тренировку мы сделали три подхода и все у нас неделю ног не было три подхода да и не нужно а вы сделали больше вы просто давай сделаем платформу то есть по сути мы сейчас работаем над миофибриллярной гипертрофии мы пытаемся увеличить мышцу в размере саму мышцы бастурму еще два последний постарался что ты сделал около отказа в сыном в отказ мы тут пока уходить не будем то что ноги у тебя пока еще слабые еще разочек ставь возвращаемся туда сейчас еще сделаем кружочек один по сути мы вот в таком ключе просто избегаем катаболизма понял то есть тот катаболизм вот видишь уже активировал все правильно делаешь да надо ходить по сути у тебя просто ну ты видишь мы работаем с одним тяжелым не падает сила потому что ты хорошо отдохнул и ты максимально рекрутировал в работу то есть пока что вот эта схема это чисто не фибриллярный рост то смотри как получается у нас есть мышца бастурму ел с пивом допустим это ладно блин все пиво все пиво пили воды вот есть бастурма представь что у тебя мышцы это бастурма вот сухая но если ну когда то же она была мясом да когда было мясом там она была в три раза больше потому что по сути бастурма сухущая а мышца состоит по сути из воды наша задача вот этим тренингом нарастить именно вот эту бастурму сухую часть мышечную потому что если мышцы слить от воды и крови она станет как бастурма вот такая тоненькая что пиздец вот мы качаем именно мясо сейчас чтобы накачать мясо наша задача поднимать большой вес силовая работа на 6 8 повторений вот мы сейчас не делаем не наполняемся как химики но чтобы наполняться химики химики все растут за счет 40 плазматической гипертрофии это когда мы не мясо пытаемся нарастить а жидкость которая входит в мясо и которая внутриклеточная жидкость по сути саркоплазма вода короче вот чтоб воду чтобы это нарастить нужно делать именно много подходов большой объем не обязательно делать супер силовые просто задача максимально истощить энергию из мышцы а потом ее просто на есть истощил наел истощил наел и ты как шарик знаешь ты вот взять если шарик купить новый шарик обычно значит надувают ты его один раз надуешь он надуется до такого размера потом сдуется но следующий раз второй раз когда начнешь его надувать его тебе уже легче будет надуть то что ты уже надувал понял и каждый раз ты будешь надувать он будет все больше надуваться будет как бы растягиваться точно также работает с мышцами понял мы сдуваем надуваем шарик по сути поэтому мышцы блять это с таким тренингом откат меньше да но ну и приход не сильно большой потому что мы по сути не водой наполняемся мы там все мясо вырастить сделай сколько сможешь не выпрямляйся вверху это крайний подход просто выложить так что было около отказа спина спина на тоже работает разъебательность ну нормально наша задача и спину тоже тренировать это же упражнение базовый под потому-то она потому-то мы его и делаем потому что она включает кучу мышц работу что нам делать только одну мышцу да когда можно сразу одновременно делать пять мышц и получается что видишь рост да можно конец но он пытается время штангу вперед подвинуть а тебе по сути надо пусть пока делает как делает ему понимаешь просто нужно чтобы у него немножко адаптировались мышцы он пока не может делать прям правильно он просто не чувствует понимаешь ему нужно сейчас вот мы поделаем так в следующий раз уже будет лучше делать так давай снимать до ляста блин лоханулись короче сделали уже по 4 подхода и камеру не включил сейчас короче обратно буду заново объяснять технику но чтобы вы понимали короче ребята сделали уже по 4 подхода или по 3 по 3 наверное сделали да смотрите короче сейчас теперь для вас объясню то что имя уже рассказывал чтоб максимально напрячь бицепсы во время подтягиваний нам нужно поставить руки максимально узко давить на вот эти два пальца на мизинец и на безымянный когда мы пытаемся получается приживаемся и давим именно как будто мы хотим скрутить голову желательно вообще желательно делать вообще тупо за голову тогда бицепс будет работать лучше всего но можно просто есть допустим нет такой дырки до для головы мы можем просто хоть хотя бы делать вот в таком ключе что касается на бицепс давай сделаешь уже ребята уже забиты поначалу игорь сделал повтором 8 да может и больше или 10 говорил что 5 потягиваться сделал 8 нормально теперь сделал так как и говорил 5 раз да ничего страшного уже последний подход лучше чувствует если голову вперед нормально что касается по трицепсу чтоб максимально сейчас тоже ребятам по технике объясню напрячь трицепс включить в работу нам нужно желательно взяться поуже взяться поуже тело держать ровно когда делаешь то есть если мы наклоняемся вперед мы больше включаем работу грудь отклоняемся назад смотрим вверх больше включаем работу трицепс и чтобы трицепс максимально активировать нужно руки выпрямлять прям полностью что касается по локтям в принципе чем шире локти тем больше грудь включается чем локти уже назад тем больше включается трицепс но тут такая фишка что если назад то амплитуда уменьшается поэтому делаем примерно вот как вот есть прямой угол прямой а мы делаем где-то 45 сейчас игорь покажет тоже четвертый подход не судить его сильно поначалу сделал где-то около 12 раз сейчас мы делаем просто на максимум сколько сможем смотрим вверх смотрим вверх вверх смотрим не спешим не падаем все под контроль на ну что по ощущениям есть тела еще на бицепс ну давай ну так это вес хорошим двигай нахер и лавку наверно вес великоват будет до ну давай покажем давай вот так пошире вот так да поехали да чуть-чуть уже надо взяться да нормально да большой вес ну типа все 6 недавно может 10 7 и 5 на весе дыши еще разочек тут гриф еще просто весит где-то десяточку пошире гриф вот так по уже доберу да последний без рывков просто дави все еще подходе сделаем еще еще разочек нормально фишка это мышца икры она очень выносливо поэтому желательно делать до максимального жжения даже натурально когда тренируешься тоже движение ушатываем в хламину лучше всего чтобы было натяжение вот пятку максимально низко опускать чтобы максимально растет то есть не так важно прям самая верхняя пиковая амплитуда как важно натяжение понял поэтому делаем растянул поднял растянул следующая фишка такая что не отклоняйся назад потому что когда отклоняешься назад ты тянешь по сути всем телом и делаешь знаешь как будто ты вот так делаешь так мышцы икры не напрягаются желательно чуть-чуть вперед как бы ты наоборот усложняешь упражнение понял и растягиваешь ничего сложного в принципе со стороны так легко было давай давай дожжение хотя бы уже ну делай еще сколько можешь потом что у тебя спрашиваю была крепатура как долго длилась чтоб я уже знаешь понимал переборщили мы с объемом или не добрали то есть со временем мы уже будем примерно знать объем дожжение еще с женем чуть-чуть поработай не отклоняйся назад еще раз пока что держим дефицит как как вот и привыкли опять тренировка съешь сегодня ел банан тоже съешь пару бананов вот у тебя я вообще еще ничего не спрашивал пока еще не включался но мы тоже я думаю включимся ты как вообще сейчас питаешься как я обычно ем все подряд ты не считаешь белок сейчас ничего такого просто ешь как привык ну смотри давайте какой-то вот минимальный хотя бы совет дам тебе надо съедать вот как всем в принципе натуральным спортсменам которые тренируются хотя бы полтора грамма белка на килограмм веса один грамм тебе нужен просто для восстановления и полграмма хотя бы для кого-то минимального роста то есть рост у тебя в принципе не будет большой потому что ну натурально надо понимать но как какой-то белок все равно нужен поэтому примерно каждый день полтора грамма то есть и сейчас 70 то это 70 плюс сколько это 35 ну короче где-то хотя бы 100 грамм белка чтобы у тебя в день было и желательно это что белок был из рыбы мяса творога чего-то такого яйца то есть пока что сильно не заморачивайся делаю упор на вот это и смотри тебе жир можно и нужно то есть если допустим ему мы подрезаем жир и будем подрезать то тебе же жир можно потому что ну ты все-таки натуральный надо вырабатывать гормоны и желательно есть жир не не маргарин допустим какой-то а допустим насыщенный жир из мяса допустим говядина курица можно сливочное масло можно желтки яичные рыбу можно ненасыщенный можно масло типа оливковое такое можно орехи я не советую вообще никому в принципе ну там тоже нормальный жир до херово не херово усваивается херово переваривается забивают желудок не знаю не вижу у них особого смысла их понимаешь их надо чуть-чуть добавлять а их много переедаешь желудок останавливается поэтому пока ничего менять не будем я думаю к выходным будем повышать уже колораж понемногу где-то ну уже ближе к выходным я уже туда и расскажу сейчас пока информация не перегружать все тогда до пятницы добро